В эти дни мы празднуем 72-ю годовщину освобождения Молдавии от фашистских оккупантов. Этот праздник с некоторых пор носит скорее неофициальный характер. И на торжественном возложении цветов из руководителя государства увидишь только президента. Но даже не это, наверное, самое главное. В последние годы в Молдове формируется некое новое отношение не только к советскому прошлому, но и к такому постыдному явлению, как фашизм. Еще недавно все мы были уверены, с фашизмом покончено навсегда. И вот сегодня историки, политологи, политики уверены, что он не просто поднимает голову, он меняет форму, мутирует, словом возрождается. Так ли это на самом деле? И находится ли Молдова в зоне риска? Вот вопросы, на которые нам необходимо честно ответить. И если хотите, сегодня это уже дело принципа. Вы смотрите Акчен ТВ. Здравствуйте. Я представляю своих гостей с большим удовольствием. Сегодня у меня политолог Борис Шаповалов. Здравствуйте. Экс-министр обороны Виктор Гайчук. И вам здравствуйте. Здравствуйте. Что вас объединяет? Это то, что вчера вы участвовали в конференции, которая была посвящена 73-й годовщине освобождения Молдовы от фашистских захватчиков. Вот в названии были такие слова «Правда и вымыслы» о Великой Отечественной войне. Господин Шаповалов, а чего сегодня больше? Правды или вымыслов? А это смотря какой источник читаешь. Если читаешь фальсифицированный курс... Господин Шаповалов, правда всегда одна. Нет, правда одна. Но как ее преподносится, совершенно по-другому. Ее можно по-разному интерпретировать. Любой цвет имеет 200 оттенков. Черный, белый и так далее. Точно так же исторические факты. Смотря какой источник используешь. Если читаешь фальсифицированный курс так называемой истории Румын, то это одно. А если читаешь курс, допустим, какой-то объективной истории, тех же западноевропейских историков, восточноевропейских, российских историков, во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, там совершенно другая интерпретация может быть. То есть, к сожалению, на многие исторические факты нахлёстываются, скажем так, современные политические какие-то события, разборки между крупными державами, борьба геополитическая, геостратегическая. Все это сказывается. Поэтому это периодически происходит. То же самое происходит и у нас. А фашизм, нацизм, это явление, так скажем, 30-40-х годов 20-го века. Ну, не секрет, что неонацизм и неофашизм есть чёткие ясные формулировки, которые действуют сегодня на всём европейском пространстве. К сожалению. Господин Гайчук, как вам вот тренды нынешние освещения Великой Отечественной войны, так называлась конференция, вот чего больше правды или вымыслов? Что нынче в тренде? Дело в том, что, господин Шаповал правильно говорит, зависит от интерпретации. Но никто же не может отрицать, что здесь в 44-м году были немецкие войска и румынские войска. Это факт? Это факт. Это факт. Никто не может отрицать, что Яшск, мы вообще-то говорили на конференции о Яшско-Кишинёвской операции 44-го года с 20-го августа по 29-го. И никто не может отрицать в том, что в результате этой операции эта территория была освобождена от немецких войск, которые установили и румынских войск. Но более того, я скажу, что эта операция, она способствовала смене режима в Румынии в самой, что 23-го августа, то есть вчера, да, как бы 73 года назад, там был свергнут правительство во главе с маршалом Антонеску. Демократическая революция. И Румыния 23-го августа из союзника Гитлера превратилась в его врага. И они повернули оружие. Я видел сегодня плакаты интересные, где написано, что румынский солдат и советский, и Глориоса Осташ Советик им приумно лупты к фашизму. Это очень интересные факты. Я видел фотографии, где в Бухаресте люди встречают, и написано, Глориоса Армата Роши, Аштептем, Строяска и так далее. То есть это, конечно, некоторым политикам, когда им невыгодно, они могут этот же факт прихода сюда советских войск интерпретировать по-своему. И можно интерпретировать сколько хочешь, но я говорил и другим средствам массовой информации, что никто не сможет отрицать, что в Берлине советское знамя было поднято советским солдатам. что фашизм исчез благодаря советской армии в основном. Никто не может отрицать. И не может отрицать, и все. И дальше уже интерпретация все заканчивается. Ну, хорошо, я не стану с вами спорить, просто, наверное, вы давно не общались с американцами. Любого американца спросили, кто выиграл Вторую мировую войну? Конечно, они сказали, что Америка. А вы знаете, что я знаю, что и румынские солдаты или ветераны, они говорят, что они выиграли. Польские, они говорят, что они... Нет, если так, по большому счету, она говорит так, что коалиция, которая была из Советского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов, они выиграли. Но то мы все понимаем, что Берлин-то взяли все равно советские солдаты. Берлин-то знамя все равно были, ну, советскими, Красная Армия, то все. Дальше уже можно говорить, все, я, будучи курсантом летного училища, это все солдаты, которые были у нас и в техническом составе. Мы шли на дискотеку, они все говорили, мы все летчики. Господин Шиповалов, вот я вас провоцирую все-таки, сейчас, по-моему, мне надо до конца это сделать, потому что вы же прекрасно знаете, когда я задавала этот вопрос, я имела в виду именно те самые интерпретации. И когда вы так элегантно оба ушли от ответа на этот вопрос, чего у нас больше сейчас, каких интерпретаций, то имейте в виду, что у нас есть новые учебники истории. Да, я же сказал, фотофицированные истории. И вот в этих учебниках истории есть версия, которая, мягко скажем, не всем близка. Той же самой Второй мировой войны, той же самой Великой Отечественной войны. Я вот хочу понять, вот эти процессы, которые происходят на сегодняшний день, вы их как можете охарактеризовать? Людмила, давайте я просто на конкретных примерах покажу, что происходит и как. Это отголоски, еще раз говорю, той борьбы, которая ведется западным миром с Российской Федерацией. Это та ярая русофобия, русофрения, которая на сегодняшний день существует, которая подогревается. Все почему-то борются с путинской пропагандой, но забывают о том, что они занимаются точно такой же пропагандой, еще более оголтелой, потому что это более богатые страны. Это один момент. Второй момент. Вот давайте на конкретных примерах. Вот не надо там ссылаться на западных историков и на все остальное. Давайте посмотрим, где был молдавский крестьянин и рабочий в годы Великой Отечественной войны или в годы Второй мировой войны. Вот я на цифрах просто объясняю, а пусть телезрители, так сказать, делают выводы, они наши судьи рассудят в этом вопросе. По официальным данным 391 тысяча выходцев из Молдавской Советской Социалистической Республики участвовало в Великой Отечественной войне. Из них 140 тысяч было призвано в армию в 1941 году и более 250 тысяч, 256 тысяч, где-то приблизительно вот так, в 1944 году. Я называю вам очень интересные цифры. Если среди добровольцев из 34 миллионов советских граждан, одевших форму военную в годы Великой Отечественной войны, были добровольцами 4 миллиона из 34 миллионов воевавших, то из Молдаван 391 тысячи, их было 80 тысяч. То есть там каждый восьмой в целом по Советскому Союзу, а из Молдаван это был какой поделим? Это каждый четвертый, 4,5, где-то 5. Вот вам пример. Из награжденных каждый воин Красной Армии был награжден четвертый. Среди Молдаван 250 тысяч награжденных и 391 тысячи воевавших, даже больше, чем каждый второй. Вот это чистые объективные показатели, на чьей стороне были молдаване, в чьей армии они воевали. Для примера, для того, чтобы не было каких-то вот инсинуаций, там вот румынская армия и так далее, до начала 43-го года бессарабцев, молдаван, в румынскую армию не призывали. Русских, украинцев, гагаузов, болгар, тем более, это считался враждебный элемент. И молдаване были проруши, просоветские. Их тоже не призывали в армию. Их призвали 28 тысяч с большим трудом в румынскую армию. Из них 14 тысяч перебежало в Красную Армию, а 14 тысяч не успело, потому что после 23 августа, после соответствующих событий в Бухаресте, когда Румыния вошла в состав антигитлеровской коалиции, они все написали оставшиеся 14 тысяч рапорт о том, что мы хотим перейти в Красную Армию. Вопрос решался на уровне Сталина. Сталин сказал, нам свои люди нужны и в румынской армии, пусть они даже и союзники. Так что вот эти все сказки про румынскую армию, про то, что бессарабцы воевали, это искусственно. Это в учебниках, да. Это в учебниках, потому что там врут. А вы возьмите любой учебник. Там написано, что 391 тысяча уроженцев Молдовы воевало в Красной Армии. Нет. А там написано, что среди них 19 героев Советского Союза, 5 кавалеров Ордена Славы. Не написано. Нет, не написано. Вот что такое фальсификация истории. Втирание очков нашим детям и рассказывание абсолютно неправды. Хорошо. С какой целью? С целью? Ну, цель одна. Дело в том, что когда кто-то что-то пытается доказать, да, то есть он всегда использует вот тот антирусский фактор, антисоветский фактор. То есть разрушить наше общее прошлое, историческое. Ту память, которая нас объединяет. Та память, когда в одном окопе сидел молдаванин, азербайджанец, грузин, русский, украинец. Они делили последний кусок хлеба, делились патронами и шли в бой. Они не спрашивали друг у друга национальности. А нас специально развалили нашу великую страну. Разделили нас всех. Начали спрашивать, какой государственный язык, кто на чем разговаривает и так далее. Зачем? Для того, чтобы рассорить, разделить и так далее. Что нас объединяет? Нас объединяет наша историческая память, общее прошлое. Наш героизм наших отцов и дедов. Нас объединяет православная культура. Нас объединяет больше двух лет общей культуры, истории, того мира, в котором мы жили. Конечно же, это в первую очередь стремятся разрушить. Поняла. Спасибо. Господин Горячук, не скучайте. Как вы полагаете, с какой целью фальсифицируют очень часто исторические факты? Или наоборот, о каких-то умалчивают, как мы сейчас говорим, о каких-то выпячивают? К сожалению, иногда история становится инструмент достижения политических целей. И определенные партии, которые приходят к власти и имеют определенную идеологию или проект. Допустим, либеральная партия, поскольку я знаю, у них проект это объединение с Румынией. Не только одни. Сейчас их много уже. Вы видите, тем более. Но я почему бы назвал эту партию? Потому что эта партия курировала Министерство образования и Министерство оборудования, кстати. Поэтому они, конечно, проводят свою идеологию, свое мировоззрение. А самое лучшее – это воспитывать новое поколение. Писать учебники, показывать по телевизору, рассказывать сказки и так далее. Я просто более-менее спокоен. Потому что, на самом деле, историческая правда, ее все равно до конца не скрыть. Все равно есть документальные факты, есть фотографии, есть очевидцы. Кстати, очевидцы у себя уходят. Почему, скажем, 10 лет назад или 15-20, вообще унионистские идеи, они менее приживались? Потому что жили те, которые еще с 20-го или с 18-го по 40-го жил при той администрации. При администрации румынской власти. Да, помнят, жандармы в каждом селе были. Ну, я думаю, что они тоже ошиблись тогда, что в каждом селе был жандарм с Румынии, примар оттуда. И наводили порядки, и до сих пор, скажем, эти порядки аукаются им до сих пор. Но людей, те, которые помнят это все меньше и меньше, теперь можно писать любые источники, любые учебники, которые будут учить другому. Но вот такова жизнь. Я тоже никогда не понимала, почему не пошли по самому простому пути. Все искали, что людей может объединить. Думали, да? И вот почему не взять самую простую идею? Это Молдова, страна, победитель фашизма. Точка. То есть мы должны были все хором, этим фактом гордиться. Что у нас все национальности, как вы говорили, сидели в одном окопе. Но это не модно. Сейчас модно другие какие-то моменты, да, вот вытаскивать на свет и о них говорить. Понимаете, вот Виктор Владимирович сказал очень интересную мысль. Учебники. А вы посмотрите, что происходит в нашем государстве. Наши дети в лицеях учатся по учебникам 2011 года, изданным на румынские деньги при помощи румынского правительства. То есть их напечатали в Бухаресте, привезли нам сюда. И мы, молдаване, по этим учебникам учим историю румын. Вот это самая настоящая идеологическая диверсия против будущего нашей страны. И я когда говорил о цифрах, вот у меня вспомнил еще одну цифру. Из 391 тысячи погибших 84 тысячи. Из этих 84 тысяч 56 тысяч молдаваний. Почему? Потому что их было больше преимущества в армии. Потому что это большая часть населения. Две трети как тогда, так и сегодня. Вот вам опять-таки цифры, которые говорят, на чьей стороне был молдаванин. За какую власть он боролся. И против чего он боролся. Я сегодня предложила вам взглянуть шире на фашизм. Потому что на самом деле есть большое число политологов, историков, научных сотрудников, которые считают, что уже даже не неофашизм. Как фашизм принимает какие-то другие формы. Но тем не менее он поднимает голову. Господин Шаповалов, насколько в этом правды? Согласны ли вы с этим утверждением? И давайте применительно к нашим молдавским реалиям. Хорошо. Применительно к нашим молдавским реалиям. Во-первых, согласны ли вы? Да, но я согласен с этой постановкой вопроса. Потому что действительно мы сегодня говорим о новой форме. Это неофашизм или неонацизм. Он приобретает прежде всего формы, скажем так, крайне националистических каких-то моментов. Посмотрите, что происходит на Украине. Вот то, что происходит на Украине, я не побоюсь этого слова, это возрождение современного неонацизма. Потому что это неправильно. В стране, в которой 2000 героев Советского Союза, чтобы сегодня маршировали по центральным улицам Киева бандеровцы, те, которые стреляли в спину родителям, дедам и отцам современного поколения. Это не может быть так. Это неправильно. Это неправильно, когда в Риге, когда в Вильнюсе маршируют воины бывших эсэсовских дивизий, в АФНСС, те, которые воевали на стороне фашистской Германии. Вот это и есть неонацизм, вот это и есть возрождение неонацизма на государственном уровне. Если мы будем говорить применительно нашей республике Молдова, то у нас тоже есть вот эти крайние правые националистические движения, а они сегодня как бы стыкуются вот с унианизмом, вот с этими движениями. То есть вы исходите с того, что фашизм это проповедование вот приоритета, да? Это одна из крайних проявлений национализма. Это во всех учебниках, во всех словарях вы прочитаете такую программу. Много есть формулировок фашизма в словарях. Но вот как бы я здесь понимаю, что превосходство одной части на другой. Одной части населения, одной нации на другой. И когда одна часть населения начинает диктовать правила русского языка другой, как правильно называть Григориука или Григорьевка, русский язык, всегда русский человек скажет Григорьевка, потому что это против законов. И не надо переписывать эти законы. Вот так по мелочам, вот это все по шагам начинается. И вот так оно все проводится. Когда мэра Риги, Ушакова, Нила, за то, что он на каком-то выступлении перед ветеранами сказал два предложения на русском языке, на него написали кляузу, там у них есть департамент по кляузам и так далее, а на него наложили штраф за то, что он использовал негосударственный язык. Это как называется? Это называется превосходство одной нации на другой. Об этом надо открыто говорить. Не надо этого бояться. Почему мы когда говорим, что если кто-то ругает евреев, он антисемит. Кто-то ругает вот те нетрадиционные национальности, он гомофоб. А когда кто-то открыто говорит, что русские такие-то, русские свиньи, у нас министр это себе позволил говорить, пьяницы свиньи в открытом, ему ничего не было. Это как называется? Вот это есть те мелкие проявления, которые потом перерождаются в более другие, в соответствии с социально-экономическими условиями. Помните наши знаменитые лозунги 90-91 года, чемодан, вокзал, Россия, прочее, и все остальное. Я много чего не помню. Вот это все привело к событиям 92-го года. Вы понимаете, как многие предпочитают это называть словом национализм. А вот вы жестче реагируете. Вы говорите, это... А потому что я как историк знаю, к чему это приводит. То есть на какой стадии мы сегодня находимся со всеми нашими проблемами? Это можно буквально за несколько месяцев сделать. Смотрите, Гитлер, а что вы так удивляетесь? Я пытаюсь вам дать дескать, потому что господин Гайчук должен уже говорить. Гитлер пришел к власти в 1933 году. В 1940 году вся Европа была фашистская. И Советский Союз воевал с фашистской Европой, а не с одной нацистской Германией. Девять стран европейских официально объявили войну Советскому Союзу. С кем мы воевали в годы Великой Отечественной войны? Вы проводите параллели, еще и речь о нелюбви к России. Поняла. Господин Гайчук, вы согласны с такими жесткими оценками? Я просто хочу сказать, что благодаря вам я прочитал вчера, что такое фашизм. И более детально и углубленно изучил этот вопрос. Я понял так, что в принципе от фашизма это было и в Румынии, и в Венгрии, и в Германии, и в Италии. Корни в принципе от Муссолини идет такое. В принципе еще в начале века у мы и Франции, и в Германии пытались определить и дать характеристику этому. И я запомнил, что фашизм, в принципе это должно быть национализм. Это в первую очередь. Это один из критерий. Но это еще не все. Это не все. Это не все. Там есть много критерий. Их 13. Я так помню. Очень много. Я основополагающе понял, что это потому, что исходя, читая, можно сказать, что в Советском Союзе при Сталине тоже были некоторые критерии. Как авторитаризм. У него тоже было авторитарное государство. Вождизм скорее. Вождизм, скажем. Вот это обязательно должно быть. Это должно быть при фашизме. Но если только вождизм, а есть интернациональное понимание в стране, значит это не фашизм. И фашизм обязательно должен быть... Очень часто говорят, в чем отличие. Я вот для себя понял, фашизм это обязательно должен быть антимарксизм, антикоммунизм. У фашизма есть, это прочтете. То, что не было в Советском Союзе. Поэтому некоторые элементы... Но один из основополагающих элементов это национализм. Даже германская партия, национал. Социалистическая партия, но национал. То есть они высшая раса. Ясно, что немцы это высшая раса. Все остальные или даже некоторые расы на мыло. К сожалению, надо признать, что это было. Было. Поэтому сказать, что когда у нас появляются вот эти признаки, я могу согласиться, что это признаки фашистской идеологии. Когда говорим, что молдаване второго сорта или русские второго сорта, а вот чисто румынская, это наш человек. Тогда это элементы фашизма. Здесь добавляется после этого вождизм председателя партии. После этого добавляется экономический... Когда все подминается под корпоративно, под государством. И тогда мы имеем дело с фашизмом. Но я очень хочу верить, что господин Шаповалов не прав, что мы не скатимся в ближайшие 50 лет к этой идеологии и к реставрации вот этого. Я надеюсь, что так как и в Европейском Союзе и новые принципы есть, толерантности. Надеюсь. Я хочу верить в это. И так же есть и в Российской Федерации. Вот эти два полюса, я очень хочу верить, они не позволят появиться в новой волне фашизма. Вы знаете, здесь ключевое слово «я надеюсь». Сейчас, господин Шаповалов, потому что, вы знаете, не знаю, там, десяток лет еще назад, наверное, ну пусть будет 15, ну пусть 20, мы все вообще были убеждены в том, что фашизм — это все, у нас иммунитет уже, у нас, извините, в генах это есть, потому что нет такой советской семьи, говорили, в которой бы не погиб кто-то в Великой Отечественной войне. Поэтому это уже генетическая память, значит, она передается вот нам из поколения в поколение. Поэтому этот вирус, все, он погиб. Оказывается, он спал, понимаете? Вот тоже так интересно, почему так могло произойти, господин Шаповалов? Почему вот даже в тех странах, я имею сейчас в виду бывших республиках Советского Союза, да, ну кроме России, которые, деды которых воевали, и в то же время вот их потомки сейчас занимаются такими вещами. Людмила, вы затронули очень интересный вопрос, вопрос, как человека можно сделать врагу. Вот это та технология, которая сегодня используется в том числе в пропагандистской борьбе и с нами, вот западная идеология, которая борется там с российской пропагандой и так далее, да, то есть они вот сталкиваются в этом. Вот мы мирные люди, идем по улице, никого не трогаем. Вот это один момент. И хорошо, и мы так живем годами, веками, на одной площадке, на одной улице, не ссоримся, помогаем друг другу, делим общий кусок хлеба. Как сделать человека врагом? А человека врагом можно сделать очень легко. Скажи, что он чем-то отличается, что он не такой. Он не думает так по истории, он не так оценивает. Вот это первые шаги, которые начинаются, да. Потом ты скажи, что он чем-то отличается. Вот то, что происходило на Украине. На Украине Соединенные Штаты Америки за 20 лет вложили 15 миллиардов долларов, официальная цифра, которая озвучивалась ими, для того, чтобы оторвать вот это население из-под влияния общей страны, в которой они находились. То есть очернить все советское, все прошлое, все то, что объединяло, показать какие-то исторические различия. Мазепа предатель? И так везде работает? Везде. Господи Шиповал, скажите еврею о Холокосте. Подождите. Что угодно говорите. Подождите. А потом выйдите на улицу и скажите, гагаузы украли нашу землю, болгары украли наш виноград, а русские вообще такие-сякие и все остальное. И подогреваете это каждый день пропагандой, каждый день по телевидению, по сотне каналов. И тогда вы не увидите ту правдивую историю, которую Соединенных Штатах Америки... И, Людмила, появляется руководитель, вот чисто исторический факт, цитата. Появляется руководитель, я цитирую вам Иона Антонеску, по которому тоже у нас много. У нас разные преимущества отношений, есть те, кто его героизирует. А вот я сейчас процитирую и скажу, почему я так думаю. Потому что сама цитата говорит за себя. Ион Антонеску на заседании правительства Бухарест 8 июля 1941 года. Не знаю когда, может быть только через несколько сот лет, румынскому народу будет предоставлена такая полная свобода действий, такая возможность этнической очистки и национального обновления. И поэтому с полным сознанием происходящего я беру на себя полную юридическую ответственность. И говорю вам, существующие законы не для нас. Существующие законы нас не обязывают. И это привело к уничтожению 650 тысяч граждан Молдавии. Я вас попрошу, если это возможно. Все-таки вы говорите гораздо больше вашего свидетельника. Я каждый раз пытаюсь вас остановить. Я абсолютно толерантен. Он у нас реже бывает в студии. Давайте мы будем толерантами в этой студии, господи Шаповалов. Тем более вы не ответили на вопрос. Я вам об ответственности говорю. Привела вам, на мой взгляд, хороший пример. Вы еврею скажите о Холокосте. Там, чтобы кто угодно, что угодно говорил. Они тоже, знаете, воспитаны на этом. Они с молоком матери это впитали. Понимаете? То есть, но мы же тоже вышли из Советского Союза, извините. Почему вот получается так? Значит, мы тоже несем какую-то ответственность за то, что у нас сейчас здесь происходит. Потому что меня очень радует 9 мая вот эта вереница, когда идут люди. Я понимаю, что еще есть люди ответственные, которые понимают, что происходит в стране. Которые читают альтернативные исторические источники. Не нужно все взваливать виновной политике, а мы такие, знаете, овечки. Я могу привести вам и другие примеры, которые говорят, знаете, да, расстреливали фашисты. А кто доносил? Да. То есть, нужно как-то вместе, на мой взгляд, эту ответственность каждому нести и понимать, что может произойти, если мы будем детей не так воспитывать, если будут. Они тоже говорят, политики. Господин Гайчук, вам слово. Наш жаркий спор. Да, да, да. Я тоже, кстати, думал, почему вот это происходит, почему появляется вот это, да. И думаю, так для себя определить, что это дело в том, что проблема национализм, она очень такая сентиментальная, она близкая к любому человеку. Ну, это чувствительно. Это чувствительно, вот слово не мог найти, чувствительное слово. Да. И патриотизм и национализм. Я, допустим, служа в Советской армии, все знали, что я молдаванин, да, и говорили, молдаванин, никогда не стеснялся этого. Я говорю, да, я молдаванин, какие проблемы? И я всегда отстаивал свою точку зрения, говорил, при мне анекдоты про молдаван будете говорить, можете получите, все. Поэтому, и вот, используя вот эту чувствительную струну человека, можно с любым человеком поговорить. Правильно говорил господин Шаповалов, что можно сказать, что подождите, у нас, у молдаван, почему плохо все? Это русские нас обедают. И все, что было сделано за 70 лет, все забывается, потому что человек психологически, он живое существо. Он сегодняшним днем живет. Чем дальше от 45-го года, то мы все забываем про жертвы, про 27 миллионов и так далее, про газовые камеры. Ну, человек такой, он такое существо человек, что он живет, в принципе, сегодняшним днем, он хочет радости, он хочет хлеба, развлечений. И когда есть люди, которые заинтересованы поменять мировоззрение и используя вот эту струну человеческую, то можно через патриотизм ввести вот национализм, вот все. Вот давайте отсеем. Давайте мы между собой, ну, вот я думаю, в этом причина кроется, поэтому, ну, есть и силы, в моем понимании, здоровые силы, которые опираются на интернационализм, на равенство всех людей, всех национальностей, одинаковые права. В конце концов, есть организация объединенных наций. Ой, хороший пример, которая никак не может проголосовать уже сколько лет эту резолюцию знаменитую, знаете, да, то есть 129 стран осуждают, как это, прославление фашизма, да, а Соединенные Штаты вот за нее не проголосовали. Ну, и Молдова не голосует, и Украина воздерживается, и Грузия. Вот это пример, вот он для меня, например, очень красноречив. Но есть хартия, которую все должны соблюдать, во всяком случае, все подписались, и надо верить в добро, и надо верить в светлое будущее, и надо верить, что добро всегда побеждает зло, и надо верить в том, что фашизм не пройдет и не победит. Можно я дополню? Надо не только верить, надо для этого много делать. Ну, вот мы вдвоем вчера проводили конференцию, мы говорили факт. О военно-патриотическом воспитании молодежи, конечно. Я вас не обвиняю, я просто сейчас обращаюсь скорее к тем, кто 9 мая мог бы взять ребенка за руку и повезти туда на мемориал воинской славы, и возложить туда букет с цветами. И вы знаете, не нужно какие-то воспитательные проводить особые мероприятия, да, потому что я, например, так делала, когда была моя дочь маленькая. Каждый год 9 мая мы туда ходили, я что-то ей рассказывала, что-то объясняла. Но у нас же так делают далеко не все. Не все хотят воспитывать детей в том ключе, о котором мы с вами говорим. В том-то и дело, что искусственно какие-то наши разногласия, разные точки зрения выпячиваются, и на этом делается. Вот политика такими партиями, как вот либеральная партия, вот все вот этого вот либерального уклона, вот они все нас как-то пытаются противопоставить друг другу, и что-то искусственное создать. Вот в чем проблема. Что с этим делать, господин Шаповалов? Если вот у нас в стране все обстоит так, как вы говорите, то обстоит далеко не благополучно. Значит, совершенно понятно, что здоровым силам необходимо как-то не просто сейчас сопротивляться, надо просто переламывать эту ситуацию. Я считаю, что прежде всего надо менять систему работы образования, потому что мы в нашем государстве не воспитываем гражданина Республики Молдова. К сожалению, наша вся идеологическая основа нашего учебного процесса направлена на воспитание гражданина сопредельного государства. Да, братского, да, дружественного, но другого. Я в данной ситуации говорю с точки зрения гражданина Республики Молдова, который выступает за национальную государственность, за суверенитет нашего государства, за единые неделимые границы. И вот для меня это точка. Все. Мы великая нация, которая получила великий дар быть суверенным независимым государством. И отказываться от этого мы не имеем права. И тем более учить детей под чужим учебником, напечатанным за чужие деньги, я считаю преступлением со стороны государства. Это чувствительная тема. Я понимаю, о чем вы говорите, потому что я помню те самые протесты под руководством ХДНП, если вы помните, да? И что сегодня лидер ХДНП говорит совершенно другое. Он прозрел. А те, кого он воспитывал, к сожалению, не все. То есть есть эта проблема. Госпин Гачук, как с этим бороться нам? Что нужно делать? Ну, во-первых, надо высказать, всегда говорить надо так, как ты думаешь. Во-первых, каждый. Каждый. Во-вторых, трудно мне здесь дать какой-то рецепт. Я сам думаю над этим. Потому что я не столько категоричный, наверное, как господин Шиповалов, в том, что вот те плохие, а мы хорошие. Вот те плохие. Те тоже, наверное... Секундочку, дайте выясним. Те и эти, это кто? Для меня те, это унионисты, враги молдавской государства. То есть вы не считаете, что они такие плохие, да? Не, они тоже люди. Начнем с этого. Я же не говорю, что... Во-первых. Во-вторых, хочется верить, надеюсь, что их побуждение принести благосостояние в этой стране. Я так думаю, может быть. Но я не соглашусь никогда с потерей суверенитета страны. Ну, вот считайте, что это тоже на уровне сентиментов. Я не могу представить себе, что была Молдова независимым государством, и вдруг мы стали уездом какого-то государства. Так унионисты вас не поймут тогда. Ну, это их проблема. Видите, я стараюсь всех понимать. Но вот это я не пойму. Историю фальсифицировать я тоже не пойму. Вступление в какой-либо военный блок и взять чью-то сторону. Потому что мы не можем ходить вокруг да около. Есть восточный сосед, есть западный сосед. И вот они друг другом бряцают оружием. И, скажем, в моем понимании как военного, уровень опасности взять в 1945 и 1995 одинаковый, то в 2015 или, точнее, в 2017 уровень опасности возрос. Возрос, потому что, ну, скажем, появился конфликт в Украине. Это дестабилизирующий фактор. Ракеты появились, войска НАТО в Румынии, в Польше. Это дестабилизирующий фактор. Поэтому мы, живя в нашей стране, мы действительно имели и имеем возможность не допустить фашизма, быть объединенным. Я всегда беру пример Бельгии. Я беру пример, а лучше всего берать пример, потому что Бельгия, это сразу скажете член НАТО, а я беру Швейцарию. И национальностей там сколько хочешь, и языков там сколько хочешь, и люди живут комфортно, и никакого тебе фашизма, и никакого тебе НАТО, и так далее. Вот взять просто, вот мы же привыкли, все копируем, да, мы то копируем, то у американцев копируем, конституцию у французов скопировали, и так далее, и так далее. А почему не взять и по территории, и по населению, по всему? Совпоставимо с республикой Молдовы. Вот менталитет чуть-чуть поменять, законы взять, и вот привить. А вы думаете, они меньше патриотов? Они больше патриотов. И армия у них есть, и любят они свою страну, и готовятся они к защите своей страны, и нейтральное оно государство, и так далее. А может и учебник, и историю взять, но не переписать, что у них было, и в себе записать. А посмотреть, как они, они какую историю учат Германии, Италии, которые когда-то копирули. Никто не учит историю германцев. Хотя тоже так можно было бы подойти. Господин Шапалов, вы когда говорили о том, что нам необходимо менять систему образования, вы, по-моему, сказали. Прежде всего, гуманитарные цифры. Да. Мне кажется, что вы имели в виду, что нам необходимо тогда, получается, менять власть, правящую коалицию. Потому что именно они форм... Я беру уже так, да? То есть мы же докапываемся до причины. Получается, всегда зависит от того, кто у нас у власти. Такая точка зрения на историю у нас, собственно говоря, и превалирует. Очень яркий пример того, чего мы обсуждаем. 23 августа 1944 года бухарест. Румыния. Вот сегодня был Ион Антонеску, маршал. Молодой король не побоялся. Арестовал его. И в этот же день эта страна полностью изменилась. Роль личности в истории. Кстати, король Михай получил Орден Победы. Да, он единственный, кто сейчас на сегодняшний день живет. Да, вообще из... То есть я вас правильно понимаю. Да, вы правильно понимаете. У нас мало времени, я уточняю. Что смена власти... Смена власти. Да, конечно же. Роль личности в истории никто не отменял. И мы видим, что есть правящая, так называемая, проевропейская большинство. Это все мишура, это все, так скажем так, вуаль, проевропейская, все остальное. Есть просто определенная ОПГ, которая взяла власть в свои группы. Ну, можно преступную называть группу, можно политическая группа, объединенная политическая группа. Кому как нравится, пусть так и расшифровывают. Но миллиард у нас с вами украли. Три года нам рассказывают сказки. Миллиарда так и не нашли, хотя все прекрасно знают, кто украл и кто что сделал. Вот та реальность, которая есть. Появляется новый лидер в стране, президент, который побеждает на всенародных выборах. У него есть программа, поддержанная народом. Он хочет ее реализовать. Он хочет для того, чтобы мы стали богаче, мы стали жить лучше. Он восстанавливает отношения с Российской Федерацией. Вы посмотрите, овощи, фрукты, десятки тысяч тонн за полгода. Одна тысяча тонн в Европу и сто тысяч тонн в Российскую Федерацию. Ну, вот вам цифры, только по фруктам, а есть овощи и все остальное. То есть, ну, ему же, мы же видим, ярко не дают работать, не дают ничего делать. Ну, полномочия, он действует в рамках своих полномочий. Поэтому пока на парламентских выборах в Республике Молдова не победят здоровые, прогрессивные силы. Это прежде всего молдавские государственники, которые выступают за молдавскую государственность. Те, которые выступают за, скажем так, нормальные отношения и с Западом, и с Востоком. То есть, мы маленькая страна, без ресурсов, без сырья, без энергоносителей. Поэтому мы транзитные, нам сам Бог велел дружить и с одними, и с другими. Мы не можем занимать категорически одну позицию. Согласна, согласна. И вот я в этом плане поддерживаю президента и считаю, что у него здравая позиция. И вообще-то большинство народа его поддержит. То есть, да, нужна смена власти. Вы как? Если можно коротко, у нас уже время вышло практически. Больше добавить я ничего не могу. Единственное, что хотел бы сказать, что в любой цивилизованной стране, в таком случае, когда человек выигрывает выборы всенародные, то есть все население участвует, 54% голосуют за него, обычно в цивилизованных странах, в таких случаях, правительство подает в отставку, выбирается новое правительство уже, которое должно реализовать то, что хотят 54% граждан. Но вы же говорите, что вы надеетесь на то, что у нас огромное дизло. Я надеюсь, что... Ну, сейчас уже не надеюсь, потому что... Будем надеяться на то, что будут подвижки. А я, может быть, неожиданно для вас, но хотела бы закончить таким своим размышлением, согласна, не согласна. Мне кажется, что та страна действительно состоялась, в которой от смены власти не зависит трактование вот таких судьбоносных исторических фактов. Я мечтаю дожить, даже дело не в том, что пусть власть поменяется, да, это понятно. Я очень хочу, чтобы у нас от смены власти не менялось трактование краеугольных моментов нашей общей истории. И тогда я буду считать, что мы цивилизованные государства, и все эти вещи нам не грозят. Согласны? Да. Благодарю вас за беседу. Время вышло. Можно вот я просто... Давайте вместе просто поздравим наших сограждан сегодня с праздником освобождения. Ну вот вы меня просто обезоружили, конечно, я... Вот, честно, вот хочу вот это сказать. Да, я присоединяюсь к поздравлениям, и действительно, фашизм это такое явление, что я горжусь тем, что я живу в стране, которая, на мой взгляд, должна именовать себя страна-победитель фашизма. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Дело принципа», я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова